Константин Хабенский, российский актер театра и кино. Основатель собственного благотворительного фонда. Фильмы с Хабенским вызывают неизменный интерес, а театральные спектакли тоже имеют широкую аудиторию. Благодаря таланту и харизме на сегодняшний день он является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров российского кино. По просьбам наших подписчиков мы сделали видео об этой знаменитости. Как живет Константин Хабенский и сколько он зарабатывает Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Его отец был инженером, а мать преподавала математику в школе. У Константина есть старшая сестра Наталия, которая впоследствии сделала карьеру певицы. Когда мальчику было 9 лет, семья переехала в Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Там маленький Костя и пошел в школу. Но уже через 4 года Хабенские вернулись обратно в Ленинград. В детстве Константин увлекался футболом и ходил в секцию бокса. Позже он заинтересовался рок-музыкой. Окончив 8 классов средней школы номер 486, Константин по настоянию родителей поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики. Правда, после третьего курса молодой человек понял, что ничего не понимает в технической стороне своего дела и забрал документы. Пока Константин искал свое призвание, он подрабатывал уличным музыкантом, дворником, мыл полы, а потом устроился монтировщиком-осветителем в театр-студию «Суббота». Через некоторое время Хабенский вышел на сцену этого театра в качестве массовки. Тогда он впервые ощутил интерес к актерской профессии. В 1990 году Константин поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии в мастерскую Вениамина Фельштинского. Его однокурсниками стали Михаил Трухин, Михаил Пореченков и Андрей Зибров. Вместе они ездили по городу на старенькой машине Пореченкова, отдыхали на даче, ни о какой учебе речи не было. А чтобы сдать экзамены, например, по литературе, объединяли свои усилия и пересказывали друг другу содержание произведений. Студенческая дружба сохранилась и во взрослой жизни. В 1991 году Константин принял участие в съемках любительской короткометражки «Время препровождения» о буднях театра «Суббота». За годы учебы Хабенский активно играл в театре. Выпускная театральная работа роль эстрагона в постановке «В ожидании года» со временем стала одним из наиболее популярных спектаклей на театральной сцене Санкт-Петербурга. В 1994 году молодой человек сыграл первую небольшую роль в кино. Вместе с Ларисой Удовиченкой и Станиславом Садальским Константин снялся в фильме «На кого Бог пошлет». После окончания института в 1995 году Хабенский попал в труппу экспериментального театра «Перекресток» в Санкт-Петербурге, где прослужил один год. Одновременно Константин работал на региональном телевидении в качестве ведущего отдела музыкальных и информационных программ. В 1996 году актер перешел в Московский театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Здесь Константин в основном был занят на вторых ролях. Среди театральных работ этого периода – «Трехгрошовая опера» и «Сираноды Биржерак». Также Хабенский выступал на сцене театра имени Ленсовета, где играл главную роль в спектакле «Каллигула». Среди других работ актера – «Дурачок Карл» в Войцике, еще одна постановка в ожидании «Гадо», а также «Валентайн» в «Поживем, увидим». В 1998 году актер снялся в трех картинах – в российско-венгерской мелодраме «Наташа», в социальной драме «Хрусталев машину» и мелодраме «Женская собственность». За работу в последней Хабенскому была присуждена премия в номинации «Лучшая мужская роль» на Гатчинском кинофестивале «Литература и кино». В 1999 году Константин сыграл небольшую роль в триллере Николая Лебедева «Поклонник». Тогда же в Питере начинающий актер познакомился со своей будущей женой Анастасией Смирновой, которая работала журналисткой. Спустя два года после знакомства молодые люди поженились. Следующей заметной работой в кино стала главная роль в драме «Дом для богатых». Популярность Константину Хабенскому принес сериал «Убойная сила», где он играл Игоря Плахова. Роль досталась актеру совершенно неожиданно – съемки сериала уже вот-вот должны были начаться, а актера на главную роль все еще не нашли. Когда Константин примчался на пробы после выступлений в театре, его тут же утвердили. В 2000 году Хабенский снялся в роли Гершуни в сериале «Империя под ударом», а в 2002 вместе с бывшими однокурсниками принял участие в черной трагикомедии «Механическая сюита». В 2002 году Константин Хабенский дебютировал на сцене Московского художественного театра имени Чехова в спектакле «Утиная охота», а через год его приняли в труппу театра, где служит по настоящее время. Перебравшись из Санкт-Петербурга в Москву, Хабенский вместе с молодой женой Анастасией поселился в квартире на госпитальном валу, но из-за серьезных конфликтов с соседями супруга решили переехать на съемное жилье за городом. Позднее актер начал строить особняк на 300 квадратных метров в поселке Толстопальцево Западного административного округа Москвы. В том же году актер сыграл роль журналиста Саши Гурьева, преуспевающего охотника за сенсациями в фильме Филиппа Янковского «В движении». Одним из самых узнаваемых образов Хабенского стал Антон Городецкий в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор». «Ночной дозор» уже на первой неделе стал рекордсменом по кассовым сборам в России. Позднее британский журнал Empire опубликовал список 100 лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа, где «Ночной дозор» занял сотое место. После дозоров Константин стал одним из самых заметных российских актеров. В скором времени он появился в главной роли в «Бедных родственниках», «Статском советнике», «Драме час-пик», а также в экранизации пьесы «Утиная охота». В 2007 году у Константина и его жены родился сын Иван. Сразу после родов Анастасия диагностировали опухоль головного мозга. Прямо в больничной палате Константин и Анастасия обвенчались. Хабенский всеми силами старался спасти любимую, продал недавно достроенный дом, много работал, чтобы оплатить лучшую клинику в Лос-Анджелесе. Американские медики добились состояния ремиссии, но после выписки из больницы улучшение не наступало. 1 декабря 2008 года, после года лечения Анастасия скончалась. Тем временем на экраны вышли многочисленные проекты, в которых Константин принял участие. В конце 2007 года вышел ремейк легендарной «Иронии судьбы», где актер сыграл Костю Лукашина. А в 2008 году исполнил роль Александра Колчака в исторической драме «Адмирал». Оба фильма получили достаточно смешанные отзывы. «Адмирал» показался зрителям исторически недостоверным, а иронию судьбы сравнивали с первоисточником Эльдара Рязанова не в пользу ремейка. Тем не менее, к игре Константина не было претензий. В том же 2008 году на экраны вышел боевик «Особо опасен» режиссера Тимура Бекмамбетова. Хабенский получил эпизодическую роль специалиста по взрывоопасным веществам. Все реплики в кадре актер произносил на английском, а в одной из сцен Анжелина Джоли делала ему искусственное дыхание. Константин тяжело переживал потерю супруги. Чтобы как-то заглушить переживания, он погрузился в благотворительность, создав фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Первое время актер участвовал в жизни фонда по максимуму. Сам ездил в больницы, общался с малышами и их родителями, помогал заполнять бумаги. В 2010 году актер снялся в комедии «Выкрутасы» вместе с Милой Йовович. А голос Константина впервые прозвучал за кадром в популярной новогодней франшизе «Елки» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Позднее, в «Елках 1914» он сам появился на экранах. Тогда же актер начал открывать студии творческого развития «Оперение» по всей России и занял пост художественного руководителя. Проект помогает талантливым детям попробовать свои силы на сцене. Позднее студии стали самостоятельными, а Хабенский покинул свой пост. В 2011 году эксперта назвали Константина Хабенского самым дорогим актером России. Стоимость его одного съемочного дня составляла 7000 долларов. В том году Константин появился в детективном триллере «Шпион Вэйди Вон», где ему досталась роль советского дипломата, а на первом плане играли Гарри Олдмен, Том Харди и Бенедикт Камбербэтч. В то же время Хабенский снялся вместе со своим другом Михаилом Пореченковым в мини-сериале «Небесный суд». В 2012 году Константин получил звание «Народного артиста России» за заслуги в области искусства. Тогда же вышел еще один сериал с его участием «Белая гвардия». В 2013 году Хабенский сыграл главную роль в сериале Пётра Лещенко «Всё, что было» о советском эстрадном певце. Здесь актер сумел найти применение своему музыкальному таланту – все песни из репертуара героя он исполнил сам. Еще Константин появился в боевике «Война миров Z», на съемочной площадке которого встретился с Брэдом Питтом. В том же 2013 году вышел фильм экранизации романа «Географ Глобус пропил» с Хабенским в главной роли. Карасов, а что ты мухлюешь, а? Ты что думаешь, у меня вместо глаз пуговица от шевеньки? Я спутался! Спутался? Спутался он! Я тебе не верю, я вам вообще никому не верю, потому что вы сами себя не уважаете. Картина была отмечена премиями «Ника» и «Золотой орел» как лучший фильм года, а Константин получил приз фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль». Актера одобрил лично автор книги Алексей Иванов, который подметил, что Константин похож на мужчину с обложки первого издания романа. В том же году Хабенский во второй раз женился на актрисе Ольге Литвиновой, с которой начал встречаться в 2010 году. По словам актера, он не сразу смог открыть свое сердце, но даже сейчас он трепетно чтит память о первой супруге. Артист считает, что забыть о перенесенных ею страданиях – значит предать ее. Через три года после свадьбы у Константина и Ольги родилась дочь Александра. В 2014 году выходит продолжение мини-сериала «Небесный суд», а в следующем году сериал «Метод», в котором Хабенский сыграл роль гениального следователя Родиона Меглина. Он вместе с юной напарницей в исполнении Паулины Андреевой расследует запутанные серийные убийства. Кроме съемок в кино, артист принял участие в проекте канала «Дискавери» «Вечера науки». Спустя два года Хабенского пригласили на канал РЕН-ТВ в познавательную телепередачу, которая состояла из трех циклов – «Как устроена Вселенная», «Человек и Вселенная» и «Космос наизнанку». В сюжетах использовалась информация из последних научных открытий, которая была преподнесена публике в доступной форме. Одним из самых заметных фильмов 2016 года стала картина режиссера Алексея Карасовского «Коллектор». На протяжении 75 минут на экране фигурирует лишь один актер – Хабенский. Таким образом, «Коллектор» стал для него настоящим актерским бенефисом. Фильм рассказывает о гениальном выбивальщике денег, действующем не силой, а интеллектом и телефонной трубкой. За эту роль актер получил награду на фестивале «Кинотавр» в Сочи за лучшую мужскую роль. Вышедший в конце того же года семейный фильм «Хороший мальчик» в очередной раз доказал профессионализм Хабенского. Из уверенного лидера и тонкого психолога, которым актер предстал в «Коллекторе», он превратился в затюканного отца семейства. По оценкам Forbes, доход Константина в 2016 году составил 800 тысяч долларов, при том, что за главную роль в «Коллекторе» актер взял чисто символическую плату. В апреле 2017 года в прокат вышел фильм «Время первых», где актер появился в роли космонавта Павла Беляева. В том же году Хабенский предстал в образе Льва Троцкого в сериале «Троцкий». В интервью актер признавался, что испытывал неприязнь к персонажу, но тот был интересен Константину с точки зрения своих профессиональных качеств. Кроме съемок в кино и работы в театре, Хабенский часто принимает участие в культурно-просветительских проектах. Так, в 2017 году актер выступил в роли мистического экскурсовода в фильме «Эрмитаж» в виртуальное погружение во времени и пространстве. В начале 2018 года вышел триллер «Селфи», в котором Константин Хабенский сыграл главную роль писателя Владимира Богданова. Картина провалилась в прокате, но и сам актер был разочарован финальной версией монтажа. А 3 мая того же года состоялся режиссерский дебют Хабенского с фильмом «Собибор». Военная драма, где Константин также сыграл главную роль, повествует о восстании узников нацистского концлагеря «Собибор» – единственном успешном восстании пленных за все годы Великой Отечественной войны. Работа над производством картин велась при активной поддержке Министерства культуры и лично министра культуры Владимира Мединского, поэтому многие зрители встретили фильм с недоверием. Тем не менее, фильм вошел в лонглист «Оскара». Половину денег от прокатных сборов «Собибора» актер отправил на благотворительность в собственный фонд, а незадолго до этого пожертвовал фонду весь свой гонорар от участия в Synergy Insight Forum – 3 миллиона рублей, где выступал в качестве лектора. По итогам 2018 года Форбс включил Хабенского в рейтинг главных российских знаменитостей с доходом 700 тысяч долларов. В феврале 2019 года у Константина и Ольги родилась вторая дочь. В том же году актер выступил в защиту задержанного Ивана Голунова, журналиста-расследователя интернет-издания «Медуза», против которого было сфабриковано уголовное дело. Его подозревали в хранении и попытке сбыта наркотиков, однако многие общественные деятели убеждены, что дело Голунова полностью сфабриковано с целью помешать дальнейшей профессиональной деятельности журналиста. Константин Хабенский активно гастролирует по России, играя в таких спектаклях, как «Контрабас», «Не покидай свою планету» и других. Весной 2020 года фонд Константина Хабенского вместе с «Банком Открытия» запустил акцию «Изотворительность». В течение пяти дней выбирались самые популярные посты в группе «Изоизоляция» , а число собранных лайков банк перевел рублями и направил полученную сумму на помощь детям с опухолями мозга. 24 июня 2020 года Хабенскому вручили государственную премию за выдающееся достижение в области благотворительной деятельности на церемонии, которая прошла в Кремле. В этом же году состоялась премьера фильма «Фея» сериала «Нежность», а 22 октября в прокат вышел фильм «Доктор Лиза». 3 декабря вышла картина «Трое», а на конец месяца запланирован выход блокбастера «Огонь». В производстве находится сериал «За час до рассвета» и фильм «Чемпион мира». Сейчас доход Хабенского составляет около 800 тысяч долларов в год. У актера один из самых высоких гонораров в российском кино. Кроме того, Хабенский входит в состав учредителей IT-компании «Скетонтрек», ему принадлежит 30% акций. В разные годы Константин участвовал в рекламных компаниях банка ВТБ-24, телефонов LG, опции «Будь как дома» от Мегафон и стал лицом Совкомбанка. Вместе с семьей актер живет в простой квартире площадью 140 квадратных метров в жилом комплексе «Махаон» недалеко от станции метро «Новослободская». Стоимость жилья составляет 70 миллионов рублей. А чтобы приобрести эти апартаменты, актер продал квартиру на проспекте Вернацкого. Известно, что квартира Хабенского располагается на пятнадцатом этаже жилого комплекса. Из панорамных окон открывается бесподобный вид на городской пейзаж. К сожалению, здесь Константин столкнулся с трудностями. На протяжении нескольких лет актер судился с застройщиком, поскольку не мог оформить право собственности из-за финансовых проблем генподрядчика и даже чуть не лишился квартиры из-за мошеннических схем. Кроме того, Константин столкнулся с недобросовестным подрядчиком, который должен был сделать ремонт в квартире актера. Получив оплату в размере 6 миллионов рублей, компания сначала взяла отсрочку, а затем и вовсе перестала отвечать. Старший сын Хабенского Иван учится в Испании, поэтому актер купил там апартаменты стоимостью 265 тысяч евро. Квартира располагается в небольшом курортном городе Плайо де Аро, недалеко от Барселоны. К слову, переехать в Испанию было мечтой первой супруги Константина. Анастасия хотела, чтобы их сын жил на теплом побережье, заботится о младшем Хабенском бывшая теща актера. Еще у актера есть уютный деревянный дом в Подмосковье в поселке закрытого типа. Ни журналистам, ни папарацци до сих пор не удалось выяснить никаких подробностей о доме Хабенского в Подмосковье. Кроме того, Константин выставил на продажу дом в деревне Тараскино Псковской области. Двухэтажный коттедж с баней, который расположен на берегу озера, актера ценил в 3 миллиона рублей. Автопар Константина Хабенского более чем скромный. Одним из первых автомобилей был Smart, который идеально подходил актеру для ежедневной городской езды. Следующей стала Honda Accord, прослужившая Константину не один год. Сейчас актер передвигается на вместительном кроссовере Range Rover Evoque. Константин до сих пор не заводит страницы в социальных сетях. Он считает, что проводить время в интернете – бессмысленная трата времени, и лучше общаться вживую, а не через мессенджеры. Уже более 15 лет актер курит. По его словам, он периодически задумывается о том, что было бы неплохо бросить вредную привычку и начать заниматься спортом. Но все это остается только в планах. Константин Хабенский – один из самых востребованных и любимых публикой актеров России. В его копилке достижений, премий и награды многочисленных кинофестивалей. В послужном списке 30 королей на театральной сцене и больше 60 кинематографических образов. А как вы думаете, за что его так любят зрители?